Выставка работ Сергея Викторовича Пробеголовы, старшего преподавателя кафедры Отечественной всеобщей истории Далевского университета, художника и поэта, открылась в центре «Мы и мир» в Луганском государственном университете имени Владимира Даля 15 февраля. На мероприятии присутствовали руководители институтов и кафедры университета, а также родственники и коллеги автора. Выставка собиралась несложно. Почему? Потому что все дома, все висит на стенах, все стоит в шкафах, мы все смотрим, все видим, все друзья приходят, которые наблюдают за всем этим. Но я хочу сказать о другом, что память о человеке, человек жив до тех пор, пока есть люди, которые о нем помнят, когда люди, которые о нем смогут что-то хорошее сказать, даже если не совсем хорошее, но сказать, тогда этот человек незримо рядом с нами. Ведь память – это такая вещь, которая, ну как бы, вот наше прошлое и созидание нашего настоящего и будущего. И сказать о том, что этот был человек просто многогранен, это мало. Это был действительно очень и очень талантливый человек творчества. Это была живопись, он писал картины. О том, чем увлекался сам. Увлекался историей, исторической литературой, просто любой другой классической литературой. И все это нашло свое отражение в его картинах. Если вы обратите внимание, здесь много и по истории картин, и по литературным произведениям. В последние годы он очень увлекался японской поэзией, поэтому тоже вылилась в серию картин. Ну а всю жизнь, на протяжении жизни морская тематика была любимой темой. Это корабли, которые без бутылочек, и корабли, которые в бутылках. Но я вам скажу так, корабли в бутылках – это произведение, начиная с 2014 года. Почему? Наверное, это та возможность своего душевного равновесия, сохранения душевного равновесия в той ситуации, которая была здесь. Ведь мы же никуда не уезжали, и все это происходило на наших глазах. И вот, а это возможность успокоиться, сосредоточиться и не потерять самого себя в той ситуации, которая происходила. И поэтому сказать о том, что просто делал – нет. Это действительно, ну как бы философский подход ко всему. Обратите внимание, в каждой картине много философии. Я всегда спрашивала, скажи, а вот что ты хотел вот здесь? Он говорит, а сама думай, вот что у тебя в голову? Вот это твое, говорит, это твое видение того произведения, которое есть. Ну и хочу сказать еще о том, что действительно и философия, и история, и литература – это те вещи, которые составляли основное содержание его натуры. Работы, выполненные в самых разнообразных техниках – графика, пейзажи и портреты, модели кораблей и традиционные японские стихотворения с иллюстрациями. Все это можно увидеть в выставочном центре и лучше понять Сергея Викторовича «Пробей голову». Его философский взгляд на, казалось бы, обыденные и совсем повседневные вещи. Очень многие работы пришлось видеть значительно раньше, чем они здесь представлены. Потому что Сергей Викторович – человек большой души, очень интересный собеседник, с ним всегда было весело. И поэтому все это мы уже видели. И очень счастливы, что это могут видеть другие люди. Еще не представлены стихи, он еще пиксал великолепные стихи. Кроме художественного творчества Сергей Викторович был автором стихотворений, не представленных на выставке, но хранящихся в его домашнем архиве. Выдающийся преподаватель, наставник молодежи – все это о нем, о Сергее Викторовиче. Первая мысль о том, насколько же мы очень плохо знаем друг друга, насколько же мы поверхностно воспринимаем друг друга, насколько же мы скользим мимо друг друга. Потому что, когда узнаешь, что человек, оказывается, умел, хотел, вкладывал душу еще и в это, и в это, это, конечно, одновременно и здорово, и одновременно, ну, внутренне даже стыдно. Колоссальное терпение, колоссальное умение, а самое главное – колоссальная внутренняя глубина. Вы посмотрите, это не просто произведение, они сопровождаются очень глубокими мыслями, мыслями о бренности бытия, о бренности сущего, поэтому это очень близко. Каждый экспонат выставки – произведение искусства, неповторимый, наделенный автором глубоким смыслом и яркими художественными образами. Глядя на эти работы Сергея Викторовича, студенты, которым посчастливилось учиться у него всего пять лет, удивляются тому, что не успели лучше познакомиться с его творческой стороной, воспринимая его как преподавателя и просто интересного человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова